здравствуйте такие подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам показать мастер-класс по изготовлению вот такого небольшого очень нежного и красивого простенького в изготовлении но очень нежного красивого такого бантика для наших маленьких принцесс это для самых маленьких я его делаю на резиночке резиночка мне тоже маленькая идет вот такой красивый бантик по размеру вот он 7 сантиметров такой нежный воздушный с перышками и сейчас я покажу как его изготовить и так что она для него понадобится так для изготовления нашего бантика нам понадобится отрезочки репсовой ленты можно взять и атласную два с половиной сантиметра ширину и в длину 7 сантиметров и таких отрезочков нам понадобится 6 штук кружева вот у меня идет узкая 4 2 сантиметра в ширину и в длину я выберу 20 около 25 это 2 еще и 24 25 сантиметров вот такой небольшой отрезочек кружева там перышко наши это перышко я покупаю вот такой даже не то что покупая их продаю вот такой есть было такие они пышники красивенькие их можно разрезать на любое количество она не рассыпается очень удобно то есть вот такое было покупаю она идет сразу два метра в длину а там уж дальше как вам удобно и так вот такой отрезочек вам у меня вот он вот от веревочки она на веревочке вот вот около пяти сантиметров такое конечно самая красивая серединка у нас данный момент китти лау китти резиночка фетровая снова перышко немножко летят вот 4 сантиметра и небольшой отрезочек ленты и беру 12 миллиметровую и вот в длину около пяти сантиметров это чтобы закрепить резиночку к нашей фильтровой основе ну и также нам будет необходимо иголочка с нитками все приступаем к изготовлению нашего красивого бантика берем нашу ленточку отрезки края я уже оплавила они уже оплавлены складываем так пополам не прижимаем нам надо чтобы она пышненько наоборот было и краешки начинаем сшивать то есть в деле иголочка 1 таку второй третий четвертый вот так следующий нанизываем точно также соединили края 1 прокол второй третий четвертый и вот так мы нанизываем все наши шесть отрезков вот таких собираем теперь я начинаю потихонечку затягивать не спешите это репсовая лента она немножко жесткая даже не немножко жесткая поэтому что паша ниточка не порвалась постепенно вот так мы все затягиваем потом распрями и я иголочку вот точно так же как первый прокол снизу вот вывожу чтобы завершить круг и вот подтягиваем теперь подтягиваем распрямляем подтянули иголочку теперь вывожу в первую складочку вот она наружу то есть на изнанку еще раз тут хорошенько подтянула держу и вот теперь на складочке я фиксирую нитку еще раз подтянуть мешает никогда вот так все готово распрямляйте нравится эта сторона это нравится вот такая сторона вот все наши ниточки не видно готово теперь следующее берем наше кружево соединяю концы и оплавляю так зажимаю пинцетом и оплавляю можно сшить можно оплавить готово теперь опять же берем нашу иголочку с ниткой и по ровному краю не тот который волнистый по ровным вот наш шов я вот в шов по верхнему краюшку вот у нас есть такое один плотненький вот рядочек вот по нему я сейчас заведу иголочка с ниткой так зафиксируй и вот по нему я начинаю нанизывать кружево на иголку с ниткой шаг 5 миллиметров вот таким образом полностью по всему по всей окружности вот готова уже мое кружево . теперь нам нужно его затянуть до определенной диаметра диаметром можно зафиксировать либо на какой-то бутылочки как вам удобно ну вот мне вот это широкое конечно по узкой диаметру я подтяну то есть на деле вот так затянули вот так примерно и теперь я фиксирую несколько раз прошила фиксировала таким образом ну и начинаем теперь собирать наш цветочек так для начала берем нашу нижний цветочек вот это у меня будет верхушечка соответственно вот такой где две складочки низ фетровую основу я уже соединилась резиночкой и сразу приклеиваю фетровую основу объясняю почему потому что у нас сверху будет пушочек и не хочется когда мы подклеиваем как бы основу обычно мы немного придавливаем то есть не хочется прижимать пушок так мы нормально можем сейчас придавить и таким образом приклеить наш фетровую основу красивый цветочек так основа приклеена теперь нам нужно подклеить наше кружево так швом я подклеиваем вниз вот так прикладываю хорошо аккуратненько так несколько капелечек капаю на на самом краешек кружево вот для начала и смотрю нормально придавила и вот теперь вот так по краешку аккуратненько и начинаю по капельку вот так подклеивать полностью весь наш круг так готово теперь нам нужно соединить в круг наш пушистик вот с этой стороны вот так пёрышки аккуратненько все вниз капаем капельку клея и вот так соединяем в круг с обратной стороны тоже не так в круг и есть продажи вот такие именно помпончики меховые можно прекрасно взять его и как бы не мучиться вот как мы но чего вот красиво все равно получается смотрите какая красна теперь соответственно нам нужно его тоже подклеить я тут наношу клей их так аккуратненько подклеиваем сами пёрышки идут на веревочке вот я может вам сейчас с обратной стороны вот покажу вот с обратной стороны видите они на веревочке это когда мы разрезаем все равно веревочка их держит поэтому нам очень легко так их соединять то есть основа там идет веревочка вот готова и остался наш последний штрих наш на маленькая красивая китти но так ките опять же к веревочке там подклеится утрите я же прижимаешь палец краснеет и вот смотрите какая красота получились наши пальчики для наших девчонок спасибо за внимание подписываемся на мой канал и до новых встреч до свидания